Автолюбители и водители общественного транспорта обяжут сдавать дактилоскопию. Такие меры народные избранники хотят принять в целях обеспечения безопасности как граждан, так и страны в целом. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Автолюбители и водители общественного транспорта обяжут сдавать отпечатки пальцев. Депутаты Госдумы предлагают расширить круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопии. Такие меры направлены на обеспечение безопасности граждан и государства. Народные избранники предлагают снимать отпечатки пальцев у людей, получающих водительские права, лицензии на оружие и загранпаспорта. Обязательно эту процедуру хотят сделать для водителей общественного транспорта и пациентов, состоящих на учете психо- или наркодиспансерах. Это значительно расширило бы базу данных, которые используют спецслужбы при раскрытии преступлений, опознании жертв аварии и катастроф, а также для визового контроля. Прекратить индексацию денежного пособия по старости для работающих пенсионеров. Такое предложение выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно законодательству, государственное денежное пособие выплачивается людям, утратившим трудовую функцию. По мнению чиновника, если пенсионер продолжает работать, можно сделать вывод, что он не полностью потерял трудовую способность, а значит имеет возможность зарабатывать денежные средства. Как только пенсионер прекратит работать, индексация начислений будет осуществляться в полной мере. Депутаты отклонили закон об обязательном исполнении гимна страны в школах. Специалисты Комитета Госдумы по конституционному законодательству сочли такую инициативу чрезмерной и приняли решение об отмене закона без обсуждений. Стоит отметить, что этот нормативный документ прорабатывался не один месяц. Примером для принятия такого патриотического закона стали несколько регионов страны. Чечня, Республика Ингушетия, Костромская и Белгородская области. Опередив принятие закона на федеральном уровне, чиновники Калужского региона подписали свой указ. Теперь с 1 сентября 2015 года школьники ежедневно перед началом занятия обязаны исполнять гимн страны.